Девушки отдыхают Девушки отдыхают Моя тема такая Очень просто, состоит из трех букв Нет Нет и сюда нет, правда? Вот и В свете нашего постоянной Жизни, молитвы, которые мы ведем А молятся ведь все, правда? Мы постоянно настойчивы в молитве Прошении, желании нашим пред Богом И мы открываем, написано Мы открывали эти нужды перед Богом Мы, знаете, научились У Бога Выпрашивать То, что нам нужно Любой ценой Кто вас понимает, о чем я говорю? Мы очень Настойчивы в своих Прошениях И я, как я уже говорил несколько раз Я вспоминаю своего друга Который настойчиво просил Мерседес И получил Только заправить потом не было чем И вот, знаете, вот моменты такие Когда я думаю, что вот Мы так научены Слава Богу Мы научены быть Очень Специфическими Получить у Бога Свои ответы Любой ценой Но я прихожу к тому, что Фактически Есть классика Есть классика общения с Богом Есть классика общения С людьми Есть классика молитвы к Богу И есть классика ответа к Богу И ответа нет Тоже ответ Вы понимаете, да? Вот момент такой Очень интересный Потому что я хочу сегодня говорить Об похожей проповеди Которую я делал несколько месяцев назад Когда-то, вы сказали Что-то похожее вы начали говорить Да, говорю похожее Но немножко другими словами Почему? Потому что я хочу вас ввести в диалог Который ведет Рав Шаул С коринфянской общиной Этот разговор, который имел Павел в своих письменах Скажите, если бы Не было так вот Ну Долго идти в Каринф Из Иерусалима Или других мест Но была бы возможность У Павла Связаться через скайп Вы думаете Говорил бы с ними? Конечно бы В наши дни технологии Можно будет говорить Я буду говорить прямо в интернет И буду обращаться к людям И они на другом конце Будут меня слышать Они будут слышать Не рукой писанное А ушами Правда? Ушами То, что слышится людьми ушами Фактически воспринимается Тогда были письмена Письма И каждый раз, когда мы пишем Хорошие письма Мы хотим быть довольно Культурными людьми Правда? Но когда мы по телефону разговариваем Либо по скайпу говорим Мы говорим как есть Правда? Вот И Конечно же Послание Которое Павел пишет Каринфинам Я бы хотел Чтобы углубились В диалог Который происходит У Павла Например По скайпу Просто представьте себе Скайп И Павел Будет разговаривать С общиной Только я не Павел Но как бы Попытаюсь Может быть его голосом сделать Я буду сочитывать Из перевода Куликова Ну Ну как бы сказать Сделать более диалогом Таким Хотя Вообще-то Друзья Непозволительно Это мне Все же Придется Мне с вами Хвалиться Я обращаюсь Вспоминаю Те откровения Которые Получил От Господа Знаю я Одного Христианина Ну Вообще-то Это я 14 лет назад Неизвестно мне В теле Или не в теле Не знаю Это только Богу известно Был он восхищен До третьего неба Я был восхищен До третьего неба Ну не знаю Плоть это было Не плоть Это только Богу известно Так вот Знаю этого человека То есть я Но неизвестно Повторюсь В теле Или не в теле Бог один знает Был Вознесен В рай И слышал Я там Такие слова Которые Человеку Произнести Невозможно Да не должно Мне это делать Вот и этим Я готов Хвалиться Собой же Хвалиться Не стану Разве что Немощами Своими Впрочем Если бы я И решился Хвалиться Собою Все же Не впал бы В безумие Я Говорил бы Истину Но я Воздержусь От этого Чтобы никто Не приписал бы Мне больше Того Что сам видел Во мне И слышал От меня Чтобы не Превозносился Я без Мирным величием Полученных Мною Откровений Помните Да Он получил Откровения Что-то такое Что человеку Непонятно Да Я говорил Извините Дана мне Вплоть Мучительная Заноза Посланник Сатаны Избивает Меня Это и Удерживает Меня От превозношения Трижды Я просил Господа Избавить Меня От этого Но Он ответил Мне Моей Благодати Довольно Тебе Лишь Она Тебе Нужна Ибо Сила Ее Завершается Все В тех Кто Немощу Сознает Потому что Я буду Охотнее Потому что Я буду Охотнее Всего Хвалиться Своими Немощами Чтобы Сила Мессии Христова Пребывала Во мне Вот и Радуюсь Ныне Всякими Немощными Унижениями Нужде Гонения Притеснения Ради Христа Переносимых Ибо Когда я Немощен Тогда я Что Друзья Тогда я Силен И Знаете Как бы Он Говорил С людьми Для того Чтобы Открыть Что-то Я Сегодня Хочу С вами Говорить О теме Молитвы Потому что Он Трижды Просил У Бога Трижды Просил У Бога Сколько Вы Просите Я Не знаю Но Он Трижды Просил У Бога И В ответ Он Получил Довольно Моей Благодати Для Тебя Перед тем Как мы Это Сделаем Давайте Помолимся Опусти Наши головы Абва Помоги Понимать Что Тебя Есть Нет Это Слово Хорошее Аминь Коротко Что Такое Коротко Это Молитва Та же Самая Только Немного Конкретнее Правда Кажется Сколько Нужно Молиться Чтобы Получить Ответы Какие Всегда Когда Бог Удивляет Нас удивляет Очень Как бы сказать Какими-то Интересными Вещами То Нам Нас Смешно От тех Вещей Которые Происходили То Нам Очень Грустно Но Когда Бог Делает Избрание Своё Ну Нас Тоже Удивляет Сильно Потому Что Бог Избирает Павла По Человечески Вот Каждый Из нас Делает Выбор По Внешности У нас Даже Присоска Есть Мы Людей Принимаем По одежде Провожаем По уму И вот Мы всегда будем Говорить Ой Какой он Добрый Какой он Чувствительный Как он Обращается с людьми Какой он Нежный Вот его бы Пастором Правда Вот его пастором Назначить Ведь Он Всех Любил Всех Уважал Всем Протянул руки Всем Как бы Показал Что Как бы Ну Расположение Вот это Хороший пастор Но у Бога Вообще-то В избрании Нет лицеприятия Вы знаете Нет Бог Смотрит На человека По его Сердцу Нечто у нас По внешности Но у Бога Есть по сердцу И он Смотрит На всех И презирает То есть Смотрит На людей И призывает Их В том числе Террористов Таким был Павел Вот представьте себе Восток Того времени Павел Напоминает Может быть Сегодняшних Вот этих Людей Которые С черным Знаменем Бегают Там Да В Сирии Игил Которые Казнят Христиан Между прочим В это время Которые Вот За последние Несколько лет Уничтожено Тысячи Тысячи Христиан В Сирии Лишь по одной Причине Они Иноверцы Их убивали То что они Христиане Павел Он был Таким же Террористом Он терроризировал Церковь Божью Он Искал их Он их Сажал в тюрьму И с большой Ненавистью Он уничтожал Их И об этом Галатам Первый Галатам Вернее Галатам Первая глава 13 стих Вы слышали О моем Прежнем Образе Жизни В Иудействе Что я Жестоко Гнал Церковь Божью И Опустошал Ее Слово Опустошал Это не значит Что пришли На собрание Очистили Все Это здание Свободного Тогда даже Этого Не понимали Опустошал Отначает Уничтожать Тех Последователей Которые Следовали За Ишуа Он ненавидел Он гнал Он уничтожал И убивал Потому Бог Смотря на все это Говорит Мне надо с ним Встретиться И поговорить Немножко Так Бог избирает Противника Мессии Умного Да В писании Он был очень Сведущий Но очень злого В своем сердце Террорист По профессии Фактически И по делам Их Они как бы Говорили об этом Может нами Не понять Павла Но после Этой встречи На дороге В Дамаск Перспектива Будущего О Царстве Божьем О Мессии О грядущих днях Меняется У Павла Настолько Радикально Что он До конца Своей жизни Ничего не хочет Знать Кроме Христа Причем Распятого До конца Своей жизни Целью он поставил Чтобы народы Спаслись Признали Господь Спасение пришло Во весь мир Он радикально Меняет Многие вещи И становится Таким Будет Основателем Для многих Церквей Он Понимает Что людям Нужно спасение И до конца Своей жизни Он это делает Его пасторское Послание Которое мы С вами читаем Фактически В Новом Завете Написана Третья часть Послания Павла Его забота Пасторская О церквях Она открыта Просто Да Павел Был Очень Жестким Но при всем Этого Он был Пасторсующим Он Пытался Чтобы Евангелие Дошло В жизни Людей И изменило Их В первом Послании Коринфянам Фактически Можно сказать Что Коринфян Это была Церковь Которую Павел Основал Коринф Это Тоже Город У моря А где Всегда Есть море Там Всегда Есть Контрабанда Проституция Всякие поклонения И все Топоподобное Для Павла Стоило Это Жизни Крови Будем говорить Так Чтобы поднять Церковь Коринф Когда он Это Поднимал Он делает Послание Фактически Говорят Что есть Есть три Послания К Коринфянам Но Одно Затеряно Первое Послание Когда он Говорит О том Что Здесь Нужны Реформы Нужны Основания Вам Нужно Понять Принципы Домостроительства Божия Вам Нужно Вести себя Христианским Образом Жизни И вот Это Нам идет Наставление Как Поднять Церковь Как Нужно Иметь Устройство Что Должно Происходить В церкви И во Втором Послании С первого По девятой Главы Он Начинает Их Превозносить Ой Какие Вы молодцы Вы послушали Меня Ой Молодцы Вы такие Вы хорошие Давайте Сейчас Соберем Пожитование Для святых В Иерусалиме Это Вообще Интересная Штука Давайте Все И вдруг Он Переключается Ла Ла Хорошо Вы просто Молодцы Герои Так И вдруг В десятой Главе Он Переключается Говорит Между прочим Я еще И апостол Все такие Паша Паша Подожди Что мы Такого Сказали Что мы Сделали Объясни Что случилось В сущности С десятой Главы И далее Павел Начинает Писать Послание Которое Очень Жесткое И Радикальное К пониманию Того Что Он Говорит О том Что Приходят К вам Люди Которые Не Насадили Вас Которые Не Трудились Не Умирали За Вас Нечто Больше Чем Он Мог Говорить Раньше Он Начинает Открывать Преспективу Божьей Благодати И Милости Первое Второе Кориффе 11 Глава Ибо Вы Люди Разумные Охотно Терпите Неразумных Вы Умные Но Терпите Дураков Неразумных Немудрых Ни Тех Кто Были С вами Вы Терпите Когда Вас Порабощает Когда Кто Объедает Вас Когда Кто Обирает Когда Кто Превозносится Когда Кто Бьет Вас В Лицо К Стыду Говорю Что Это У Вас На Это У Недостанов Сил А Если Кто Имеет Хвалиться Чем Либо То Скажу По Неразумению То Как Б Так Не Внедряя В Детали Смею И Я Если И Позволительно С вами Поступать Так То У Меня Тоже Вам Есть Что Сказать Они Евреи Ну И Я Тоже Они Израилетяне Я Тоже Они Семья Аврамова Что Что Это Видно Здесь Я Тоже Христовы Служители Говорят Да Я Больше Нет Уже Это Я Скажу Больше Они Служители Христовы Я Скажу Вам Больше Я Больше Я Гораздо Больше Был В трудах Безмерно В ранах Боли В темницах Многократно При смерти От Иудея Пять раз Дано У меня Было По Сорока Ударов Пять раз По спине Ой Ой От Своих Жи От Иудеев Три Раза Меня Били Палками Однажды Камнями Побивали Три Раза Терпела Крепокушение Так что На круиз Со мной Не надо Ездить Дальше Ночью День Пробыл Во глубине Морской Много раз Был в путешествиях В опасных На реках В опасных От разбойников В опасных От единомысленников В опасностях От язычников В опасностях В городе В опасностях В пустыне В опасностях На море В опасностях Между Жебратьями В труде И в Изнурении Часто В бдении Голоде Жажде Часто В посте На стуле И в ноготе Кроме Посторонних Приключений У меня Еще Ежедневное Слечение Людей Забота О всех Церквях Он начинает Говорить о том Мое положение Хочу чтобы вы Выросли Хочу чтобы Понимали Дальше Что Бог От нас требует Как вы думаете После всего Того Что Павел Пережил И что он построил Что он насадил Как он Взрастил Общины Церкви Как он Страдал Все это Может Может быть Его молитва К Богу Дошла до него Или нет Если бы Все я Перетерпел Вот это Все Я бы сказал Вот этим Хоржусь Я бы думал Моя Одна молитва Сразу будет Услышана Богом Сразу придет Ангел И ответит На все мои Нужды Я бы Наверное Сказал Я Достоин Посмотри Я все Отдал Всю свою Жизнь Положил И я Понимаю Что За мое Да Нужно мне Тоже Что-то Дать Но Павел Становится Более Открытым Для общины Дальше Мы будем читать Мы будем читать Это как диалог Он обращается Он ведет Разговор с людьми Чтобы они понимали Что Бог Он Есть Бог всемогущий Есть Исущий Исцеляющий Хранящий Мир Дающий И обогащающий Но при всем этом Он говорит Я хочу Чтобы вы научились Иметь перспективу Бога Которая Выше Чем наше понимание Он становится Более открытым К общине Говоря им о том Что будучи взятым На небесах И имея Откровение Которое Он и так Уже частично Поделился Со своим народом Он говорит Я еще не все могу Потому что То что я видел Что я еще слышал Я не могу вам Даже сказать Потому что В голову вам не влезет У меня есть Откровение Свыше Я попадал В рай Я хочу вам Об этом говорить Павел просит У Бога Чтобы он Забрал у него Эту боль И он говорит Для того Чтобы я не превозносился Тем что я получил Дано мне Жало в плоть Я не знаю Что это Я не знаю Какое это Жало Это может быть Обстоятельство Ну что все говорят Болезнь какая-то Может быть Но это наше Жало Другие друзья Это наше Жало Мне так нравится Когда Писание говорит Ну его покрыло Таким этим словом Не просто болезнь Там Камень в почках Или что-то еще Какие-то болезни А покрыло Это словом Жало в плоть Это наше Жало Обстоятельство Болезнь А может это Ситуация В твоей жизни Которая Не меняется То что больно тебе То что приносит тебе Неудобства И вот эта Библия покрывает Это такой Красивой Тайной Как называется Жало В плоть тебе дана И знаете Как многие Сегодня верующие Или знаменитые Христиане Могут сказать За то что я Гордый За то что я Превозношусь Над всеми Да она мне Плодит Жало Не не Так я не встречаю Таких Я наоборот вижу Других людей Они превозносятся Они в своих Вещах Которые имеют Великие откровения От Бога Ведут себя Как будто цари Все возможно Все позволительно Все Можно взять Все можно купить Все можно проехать Прокушать Прокушать И так далее Граф Шаул Говорит Я получил Откровение От Бога Я был на третьем Небе Я знаю Что я хочу вам Сказать Но Чтоб я не превозносился Да она мне Жало в плоть Я не встречал Еще таких проповедников Которые сказали Ой Все что я знаю Друзья Я на своей Плоти терплю Это наше жало Каким бы оно ни было Может быть это Превозношение Может это гордость Может быть это зависть Я не знаю В чем Может быть это жало Где у нас всегда болит Но все таки Когда мы приходим К Богу С нашими проблемами Говорим Ему Правда И мы слышим Я не знаю Кто слышит Как Знаете У меня было Что было да Ответы были Мгновенные От Бога Мои нужды Бывало так Что ты стоишь А в ответ Тишина Ах И ты понимаешь Что это нет Ну как бы Тишина Еще страшнее Когда нет Ты понимаешь Что нет А когда тихо Ничего нет Нет ответа Тогда еще страшнее И думаешь Господи Что это Ты стоишь И говоришь Господи Вот эта вот Боль Которая у меня В спине Этот камень Который у моей почки Это достало Уже Это уже достало Я помню Когда у меня Этот камень Появился Я не знал Что это камень Мы были как раз В маяках Там Жили Я думаю Что-то я так стал Плохо подниматься Утром То сначала Одну ногу поставлю То другую Оно тянет Все Болит Знаете Я уже молюсь И я понимаю Что В ответ Ничего нету Ты приходишь К Богу А тебе После молитвы Говорит Довольно Тебе моей благодати Довольно Иди С миром Ну Имеется ввиду Что там В немощи Сила проявляется В немощи Ты ему приходишь Так Татьяна Всю благодать Которая у нас еще осталась Мы еще не раскидали Где-то Там вот Довольно Благодати Достаточно еще есть Давай помолись Помолись за меня Возвращай руки Чтобы этот Вот эта Вот эта боль Этот весь Жало Оно Просто было вырвано И Достало все И все Докрою Раз Я верю Я верю Что я исцелен День проходит Два Потом недели Годы А Жало Подныне Там Ты опять Приходишь Богу И говоришь Может я Неправильно Выразился Знаете Как люди Меняют Голоса Когда они Молятся Замечали Нет Я Я часто Замечал Может быть Я просто раз Не сказал Во имя Иисуса Пожалуйста Это так больно Во имя Иисуса Вот Кто так переживал Так Я переживал Друзья Я Заходил В комнату Закрывался Орал Изменяя Свой голос Камень С почки Каким-то Образом Вышел Операцию Не хотел Я же Верующий Человек Мой Бог Может Делать Все Я Изменял Свой голос Думал Может быть Толким Голосом Да Слышит Услышит Своих Ушах И Будь Милостивый Довольно Тебе Моей Благодать О Это второй раз Двойное Помазание Надо Уже Дважды Это повторяется В Писании Все Благодать Есть на мое Исцеление Милая Давай Моим Ишон Знаете Как иногда Люди молятся Ставят По спине Разрушают Да Счастливой Да Нет Я так Тоже Давай Давай Все Все Я исцелен Код проходит Еще время Проходит Знаете Приходит Время И Павел Может быть Так же Три раза Приходил К Богу Приходишь Третий раз И кто понимает Что такое Молитва Брани Воинствующая Молитва Кто понимает Это Да Ну Я покажу Что-то такое Это когда Ты приходишь Очень злой К Богу После того Что у тебя Происходит В жизни И ты не просто Злой Как волк Ты еще Начинаешь Молиться К нему Господи Я знаю Ты можешь Все Пастор Сказал Связали В комнате Побывали Ух ты Это Моинствующая Молитва Мы меняем Голоса Мы начинаем Пытаться Убеждать Бога Что Что-то Не так Я вам Честно скажу Для меня Это Было Небольшим Откровением Когда я Начал Понимать Что Я же Молюсь Каким образом Господи Если ты Меня от этого Избавишь Мне служить Будет легче И тебе Более Эффективно Будет Ну ты знаешь Что если Меня этого Не будет Болеть Я же Стану Таким Как Знаете Лайпа Кукурузии И туда Поскочу И там Я буду Там Я буду Проповедовать Все буду Делать Но только Убери Это Все Достаточно Моей Благодати Я не знаю Если я могу Тебя за это Благодарить Опять Слышишь Немощ Завершается В силе Ой Это что Нет На самом Деле Что делать Когда мы Получаем Ответ Нет Который Приходит От Бога Что делать Что сделать С таким Ответом Когда Ты слышишь Понятно Что нет Но нет Тебе Исцеления Нет Нет Исправления Той ситуации Которая Находишь Потому что Она ставит Тебя в тиски Смирение И так далее И Подобное И Держит тебя В близости К Богу Я честно скажу Некоторые Ситуации Моей жизни Когда у меня Был Камень В почках Он Очень Сильно Держал Меня С Богом В молитве Ну очень Сильно Каждые Пять минут Особенно Интересно Было Когда ты Идешь В туалет Молитва Идет Хорошо Ты Сжимаешь Аллилуйя Что еще Не умер Ну Многие С этим Могут Почувствовать То что Я пережил Но все же Что делать Когда приходит Нет Когда ты Получил Нет От Бога Три вещи Происходят В твоей жизни Можете Записать Их Первое Ты Умираешь Или Что-то Умирает В тебе Когда приходит Нет От Бога Что-то Умирает В тебе Это может быть Гордость Это может быть Наше желание Приобрести Что-то Что-то Очень-очень Важно Надо Надо Без этого Жить Невозможно Зависть Чужому Успеху Когда приходит Нет Что-то Умирает В нас Когда наши Дети Были Маленькие Когда мы Приехали Сюда Прошло Время Ромчику Было Семь лет Джошуа Пять И Тогда Были Популярные Игры Знаете Вот эти Натенда Называлось Такой Вот Да Мы Пытались Корректировать Время И Ну как бы Чтобы они Не сильно Привыкали К этому Но они Как бы Хотели Спрашивали И Ромчик Не сильно Любил Слово Нет Ну как бы Так Он не Привык К таким вещам Внутри Не было Привычно У него И вдруг Он замечает Что Младший Джошуа Которому Все по Барабану Было Все Как бы Люди Говорят По фиолетово Да Там Все Он Может Что-то Делал Там Играться В носу Поковыряться Что-то Еще Делал Он Знает Что У Джошуа Есть Какой-то Особенный Подход К родителям В это Время Где-то 7 6 5 лет Дети Не знают Что такое Шептаться Как говорят Тихо На ухо Чтобы никто Не слышал И вот Смотришь На кухне Или там В комнате Ты слышишь Рома Подходит К Джошу Пойди Скажи Папе Спроси Его Можно ли Поиграть На тендо Я слышу Джош такой Можно поиграть На тендо Нет Он сказал Нет Тут Рома Помнишь Эти слезы Я вам скажу Крокодили Слезы Такие Большие По этим Хорошим Щечкам Начинают Такие Я понимаю Что он Думает За что Что я Сделал Не такое Что во мне Не так Чтобы Получить Вот эту Игру Которая Она так Не нужна Я так Без нее Жить Не могу Потому что Я там Развиваюсь Я там Расту Я не знаю Что они Не нашли Во мне Такое Что не дают Поиграть На тендо Не понимая Бог Всех Получается Всех Помолились Нормально У них Раз И машина А у меня Даже Стиральной Нет Как это Так Господи Что Это Такое И у нас Поднимается Нечто Что Называется Обидой Я понимаю Что нам Нужно Чтобы Что-то Умерло Внутри Нас Если что-то Умирает Внутри Нас То Эту Пустоту Которая Умерла Да Вот Наша Гордость Должна Запомнить Что-то Второе Что-то Рождается Внутри Нас Когда мы Получаем Нет Что-то Возрождается Внутри Нас Я вам Скажу Что Когда Ты получаешь Слово Нет Ты Умираешь Но Как Писание Говорит Не я Живу Уже Но Живет Во мне Мессия Христос Христос Живет Во мне Когда Приходит Нет И Приходят Препятствия Или же Противостояние От Бога Тогда у нас Должна быть Сила Чтобы Отпустить Эту ситуацию И сказать Отче Ты лучше Знаешь Я хочу Надеяться Ты дал мне Дух Святой Который Живет во мне И ты знаешь Как им Руководить Как он Руководит Мною Чтобы Расположиться Потому что Если не сейчас То завтра Если не завтра То через 10 лет Если вообще Это не будет Ответа Я хочу Научиться Принимать Даже если Эта ситуация Никогда Не изменится Если Никогда Не женюсь А я хочу Сегодня Бог говорит Нет Ну почему Потому что Я знаю Что тебе Не надо Научиться Научиться Духе Святом Понимать Что нет От Бога Сделает Тебя Живым Умерло Что-то Но и оживет Дух Святой Направит Тебя Он сделает Все Необходимо Чтобы ты Был Удовлетворен В Боге Да Принять Достойно Его нет Вот для этого У нас Дух Святой Есть Потому что Когда все Да Нам все Классно Но когда Приходит Нет Мы огорчаемся Внутри Честно Скажу Как только Мы Не позволяем Духу Святому Открывать Перспективу Этой ситуации Приходит Обида И тогда Враг Вместо Того Чтобы Мы получали Исцеление Восстановление От Духа Святого Враг Придет И будет Тебя Разрушать До конца Перспектива Дух Святой Открывает Перспективу Что-то И меняется Во мне Это третья Позиция Когда приходит Нет Тогда в моей Жизни Приходит Изменение Я начинаю Смотреть На эти вещи По другому Дух Святой Живет во мне И меняет Мою перспективу О Царстве Небесном И о той Награде Которая Меня ждет В небесах Он меняет Божественные Ценности То есть Он направляет Меня к тому Чтобы я Ощущал Переживал И ценил То что Бог Нам дает Здесь на земле Корректировки Важны Для каждого Из нас И они происходят Когда мы Умираем Для себя Живем Для него Когда Дух Святой Говорит И к нам Когда мы Растем В нем Когда мы Слышим И слушаемся Его Мы начинаем Видеть обстоятельства Немножко другим образом Помните Когда Несколько Месяцев Назад Я Говорил о Павле Почти то же самое Вот В контексте Послания Коринфянам На украинском языке Я сказал Что Есть Очень красивый перевод Он говорит Тем любом Помните Да Тем любом Мне Мне это нравится Мне нравится Жить в этих обстоятельствах Мне нравится Потому что В этих гонениях Ситуациях И так далее Я чувствую Что я сильный Мне нравится Я также Зачитаю перевод Слова жизни Поэтому Я доволен И Слабостями И оскорблениями И преследованиями И трудностями Переносимы Мною ради Мессии Потому что Когда я слаб Тогда он Силен Знаете Может быть Это новая Преспектива К нашим обстоятельствам Которые у нас Складываются Я хочу на самом деле Вас научить Вот Схватился за Господа Его да Это будет да Его нет Это будет нет И что бы ни происходило В твоей жизни Держись за Него Держись за Него Он тебя любит Даже его нет Означает Любовь Потому что Он знает Лучше тебя Что может произойти дальше Представьте себе Эту картину После того Как Павел Прошел Это все Он говорит Он говорит Мне Мне тоже нравится Мне тоже нравится Посадили в тюрьму И мне тоже нравится Я тону Корабли Аллилуйя Тоже нравится Я не пошел Потому что не могу Но зато чуть не утонул Нормально Нравится Все мы не любим То есть чувство Такое Приключений Хочется Представьте себе Что Павел Имеет домашнюю группу Которая постоянно За Него молится Есть же молитвы За пастора Да Есть Правильно Он приходит на пасторскую Группу Где все молятся И у них Целый список Потому что Когда он ездит Всегда какие-то Приключения происходят Да Там он тонул Там бьет Бьют его Там издеваются Там грабят Там еще И тому подобное Там целый список И говорит Ну что Брат Павел Правый Как Как Вот мы там молились И за Вот вас побивали Первый раз Палками Как Он говорит Нормально Что Перестало Быть боли Что-то у него было Со здоровьем Он говорит Так все нормально Все нормально Что вы получили Исцеление Нет Ну тогда надо Помолиться Да не надо Так вы получили Исцеление Да Просто не хотите Говорить Вы такой скромный человек Нет Я с ним договорился Что когда мне плохо Он будет проявлять Свою силу И они поняли Подождите Брат Павел Ну нам нужно же Эти нужные Вычеркнуть Там целый список Мне нам нужно сказать Вот вычеркнуть Павел победил Павел исцелился А он говорит Брат Знаете Не стоит Да тяжело Все Давайте помолимся Чтобы умножались Общины По всей земле Давайте помолимся Чтобы еврейский народ Пришел к покаянию Давайте помолимся Чтобы Росли Церкви Из евреев И не евреев Давайте чтобы Мы помолимся Вот за эти нужды Которые Чтобы благовестие наше Доходило до краев земли И они говорят Секунду Павел Объясни Он говорит У меня Поменялась Преспектива Когда я к нему кричал Что-то во мне умерло Моя гордость Познание И он говорит Ничего не хочу знать Кроме Христа Притом распятого Все, все, все То, что я познал Там Откровение Третьего неба И так далее Забудьте Христа И потом распятого И следующее Говорит Когда я Это все умерло Дух Святой Оживил меня Он направил меня И показал мне Перспективу Неба Потому что Когда я Слаб То тогда Он Силен Потому что Когда Бог Говорит Да Его Да Не всегда Можно познать Все то Что Бог Имеет Для тебя Приготовил Но когда Он говорит Нет Ты познаешь Его С другой стороны Совсем Другой стороны И хочу Чтобы вы понимали О чем я говорю Другими словами Знаете Обращение Бога К Павлу Таким образом Знаете Как будто Это Мессия Сам Ишу Обращается К нему И он Встретил Его На Дамасской Дороге Ишу Говорит Ему Раби Или там Шауль Если ты Даже получил Слово Нет Ответ Нет Хочу Чтобы ты Передем Ты обидишься Сильно Понял Что ты Был Не первый Человек Кому Отказали Не понял Знаешь Мне знаком Наш Отец Небесный Не ты Один Его просил Я тоже И надеюсь Ты рад Что чаша Не миновала Меня А вы Рады Что на Его Нет Не хочу Умирать Пронеси Эту Чашу Мимо Меня Бог Говорит На то Это и Родился Нет Сына Своего Не пожалел Отдал Его За нас И Поэтому Обращение Именно Такого Образа Павел Ты Не один Кому Было Сказано Нет Я хочу Рассказать Историю Моего Отца Небольшая Когда Уже Пришло Одно Время Которое Последние Несколько Может быть Лет Когда Отец был Молод Он Много Что делал Не так Он говорит Не хочу Говорить Это Мои дети Любят Хвататься Какая у нас Семья С той стороны Не с маминой Не с бабушкой С той стороны И Когда У него Обнаружили Гангрену Пальца Из-за Сахарного Диабета Конечно же Это страшно То есть Понимаешь Что это Отвержение Гниет Тело Правда Там Это гангрена И конечно же В это время Он уже Это беда Это беда Беда И в это время Он уже Был близок Богом Он читал Библию Он Всегда Спрашивал Гордился Что я Пастор Мой брат Пастор И так далее И вот И он говорит Миля Там Вас ставят Церкви нужды Помолись И мама Как добрая Жена Она Ставила Нужды Как вот здесь Многие пишут Исцеление Мужа Исцеление Мужа Исцеление Гангрены Когда Эта болезнь Начала Прогрессировать Они пошли К доктору Ну и Ему Предложили Ампутировать Палец Или пальцы Мне же несколько было Пальцев И Он Задал вопрос Скажите Вот Апутация Это Она Остановит Гангрену Доктор Так Пожалуй Говорит Послушайте Роман Павлович Вы Вы же Умный человек У вас Сахарный диабет Вы знаете Истории Что Это просто Продлит Вашу жизнь То есть Кормиться Ввиду Не так Будет Это все Заразно Не будет Так быстро Продвигаться Ну вы Еще на Несколько лет Проживете дольше А потом Ну чуть выше Поднимется Еще выше Отрежем Ну как бы Так Ну это Продлит Вашу жизнь И он Говорит Не надо Мы такие Папа Ну ты Подумай Вот Там Твои Внуки Растут Там Надо Чтобы Дожил До Правнуков Там Ну как бы Ну что ты Делаешь Как это Ну каким образом Ты же понимаешь Что ты на смерть Подвигаешь Он говорит Он меня взял Так И говорит Слушай Сегодня мне Отрежут Палец Завтра Ногу А потом Что-то еще Как бы так Что-то начнется Я не хочу Чтобы вы Меня носили Как Кочерыжку И садили Везде Он говорит Мое время Пришло Если Бог Исцелится Исцелит Меня Тогда я Увижу Его славу Если Не Исцелится Я Увижу Его славу Когда я Услушал Эти слова Я думаю С такой Болью Которой Ты живешь И говорить Эти слова Что я Увижу Божью Славу Несмотря На боль И состояние Значит У него Должны Быть Эти отношения Должны Быть С Богом Отношения Он Покаялся Он Был Спасен И он Умер Преспектива Поменялась Я Нагим Пришел В этот Мир И Нагим Ухожу Я знаю Что я Плачу За все То Что я Сделал Я плачу Своими Страданиями Я вам Честно скажу Он не Принимал Морфий Он не Принимал Все эти Болеутоляющие Доктор Когда приехал Он говорит Я не понимаю Как этот И плакал И плакал И плакал Конечно же Плакал О Муже Но Также Она плакала О том Что Божие Нет На исцеление Повлекло К его Покаянию И что Действительно Они Не увидятся Во славе У нее Поменялась Перспектива Неба И на Божье Нет Иногда Нам нужно Пройти Все это Умереть Что-то должно В нас Умереть Что-то Должно В нас Жить И что-то Должно Поменяться Друзья Это Нам Нужно Если Мы Говорим О верующих Нового Завета Мы Должны Стать Ими Как Рав Шаул Что Даже Во всех Обстательствах Живем Мы Или Умираем Мы Сто Господни Я Не хочу Оставить Вам Негативную Позицию О том Что Я Говорю О молитве Я Не знаю Через Что Вы сегодня Проходите С чем Вы приходите К Богу Может быть Ни один раз Несколько лет Подряд Вы идете К Богу С одной И той же Проблемой И в ответ Вы слышите Нет Но Это Не причина От него Отворачиваться Это Не причина Не служить Богу Я хочу Вам Сказать Что Его Нет Не означает Что Он Вас Не любит Его Нет Не Отворачивается От вас Бог Хочет Быть рядом И то Что Умер В твоем Сердце То Что Должно Было Умереть Позволь Духу Святому Поменять На Перспективу Неба У нас Сегодня Хлебопреломление Я призову Вас Поменять Свою Перспективу Отношений С Богом Если Много Раз В своей Жизни Вы Слышали От Бога Нет Это Не Означает Что Он Вас Не Любит Он Сказал Своему Сыну Нет Потому Что Он Полюбил Тебя И Меня Так Сильно Что Он Сказал Нет Я для Этого Тебя Послал Туда Для Этого Ты Родился Чтобы Не Избежать Крест Но Дать Возможность Моему Творению Моим Дорогим Дочерям Сыновьям Получить Перспективу Неба Увидеть Мою Славу Как На Земле Так И На Небе Вот Этого Может Не Понять Мир Почему Конечно Жи Я Хотел Задать Богу Вопрос Почему Праведники На Этой Земле Страдают Почему У меня Нет Ответов Праведник Он Страдает Что Говорит О Всех Останых Он Тебя Любит Поэтому Часто Я не Говорю Всегда Часто Говорит Нет И Если В твоей Жизни Ты Обиделся На То Что Болит И Никогда Не Исцеляется Может Должно Что-то Умереть В твоем Сердце Может Пришла Так Глупая К Эта Мысль Если Он Меня Поднимет Я Всему Миру Расскажу Что Он Сделал И Буду Великий Человек Проповедником Он Говорит А Славы Своей Никому Больше Не Дам Я Пока Еще Не Слышал Чтобы Кто Нибудь Каялся В Гордости Кроме Павла Вот Там Я Пока Еще Не Слышал Чтобы Люди Вы Выходили Вперед И Сказали Я Согрешил Так Сильно Я Гордый Мерзкий Когда Он Говорит Нет И Мне Это Лучше Мерзкий 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 Лучше Мерзкий Мерзкий Мерзий Мерзкий 화хе Мерзкий Одfol Мерзь Н Rice